И доброго времени суток мои дорогие подписчики и подписчицы, мы продолжаем просмотр аниме госпожа Кагуя, у нас по счету идет шестая серия первого сезона и мы сразу же будем приступать к просмотру, но перед этим не забывайте как обычно подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии если вам нравятся мои реакции, а я же желаю всем приятного просмотра и погнали смотреть. Новый персонаж у нас появился, хорошо. А почему и из-за чего? Ясно, значит уйти из совета. Ты что смеешься? Мы же без тебя разоримся! Сжалься! На Саске похож. Он эксперт в области обработки данных. В Академии лишь президента выбирают голосование. Остальных членов назначают за их способности. Талант Ишигами Ю был обнаружен советом еще в самом начале первого года обучения. Обычно он работает дома и появляется лишь на совещании, но он полноправный член студсовета. Ишигами Ю заслужил свое место казначея в студсовете. И сейчас он пытается покинуть свой пост. Дело в том, что... Мне кажется, меня хотят убить. Убить? Я думаю, что Шиномия желает моей смерти. С чего ты это взял? Согласен. Ее глаза. Глаза? Глаза — это орган, соединенный напрямую с мозгом. И целая половина мозга обрабатывает зрительные данные. Движения глаз могут выдать твой страх или голод. По ним можно легко читать мысли людей. Я могу понять от 5 до 6% личности человека по глазам. И всего... Но-но. Даже я, наверное, так смогу. Ну, брат, я тебя сразу же уверяю, что это не так. Ну, 100% не так. Какой бы ни была бы Кагуя, убить она тебе явно не хочет. Примерно месяц назад... Ну-ну. Однако, многие люди считают это прекрасным способом убить время. Это еще что? Я не хожу по кофейням. Для меня это слишком дорого. Понимаю. Но, ты бы так не сказал, будет тебе купон. Наверняка. Ну, будь он дешевле, я бы не отказался. Беру свои слова обратно. Если ты влазишь в их отношения... Вполне вероятно, что у нее есть желание тебя убить. По крайней мере, с таким взглядом она может на тебя смотреть. Сделать этого не сделает, но взглядом будет сверлить однозначно. Ты никому не расскажешь об этих купонах. Что происходит? Я не скажу, она угрожала мне. Угрожала? Я думаю, она убила уже двоих или троих. Кого? Как ты это понял? Это было неделю назад. Шиноми. Ты влюблена в президента? Влюблена в президента? Что за чепыха? Такого никогда не случится. Значит, ты в нем не заинтересована? Нет. Нет. Конечно, нет. Правда? А правда все эти слухи уже порядком надоели. Так вот оно что. А я думал, из них выйдет хорошая пара. Тогда пойду скажу это президенту, чтобы он не пытал пустых надежд. Не, ну ты практически петлю себе на шею нацепил. Ты ему ничего не скажешь. Понял меня. Я явно навыки опытного убийцы. Опытного убийцы? Придушить меня об угол дивана. Да, она профессионал. Так что у тебя за представление о Шиноми? Я думаю, она прирожденный убийца. Ее выдают глаза. И это можно по 5,6%? Но Фудживара в еще большей опасности. Судя по взгляду для Шиноми, она не до человека. Думаю, ей осталось пару месяцев. Ты и это просчитал? Что за бред? Нет. Такие, как она, самые опасные женщины. Президент. Ишегами уже пришел? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не стоило приносить реквизит сюда. Ну, я просто хотела вас немного подразнить. Извините. Милота. Ширара. Это же ловушка. Она притворяется милой, чтобы ты ослабил бдительность. Чтобы его уже убить тоже. Не пугай меня так. Это же просто костюм. Шиноми никого не убила. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Но Шиномия провела над ней безумные опыты. Ишегами. У тебя всегда была бурная фантазия. Вовсе никакая Шиномия не убийца. Давай верить в своих товарищей. Хорошо? Верить в товарищей? Выглядит впечатляюще. Правда? Но как он держится? Сейчас покажу. Вот. Прости. Верить в товарищей. Ишегами. Насчет нашего секрета. Здорово, что ты не рассказал. Хорошо уметь и хранить, да? Если бы ты проболтался. Верить. Он был бы не игрушечным. А еще не доставляй президенту проблем. Не говори чепухи вроде той, что уходишь. Попробуешь меня проткнуть? Неужели? Чика, дай я попробую, пожалуйста. Хе-хе-хе-хе-хе. Я разок попробую. Все это время подслушивала. Результат сегодняшней битвы поражение Ишигами. Перед тобой стоит клетка для животных. Скажи, сколько в ней котят? Ноль. Интересно. Ну, Чика уникальна, поэтому как бы... Скажи, сколько котят? Ну, я думаю, девять. Это значит, что ты хочешь девятерых детей. Да ну нахуй. Хе-хе-хе-хе. А это правда? Сиви в целой безбольной команде. Психологический тест. Абстрактные вопросы, обнажающие людские мысли. Они часто используются в играх благодаря эффекту Барнума. Но в основе некоторых лежит настоящая психология. Считать их обычным развлечением и ослаблять защиту все равно, что копать себе могилу. Здесь есть еще один интерес. Кагуя, представь, пожалуйста, что с тобой будет после рождения девятерых. Ой, блин. Не девятерых, это дико. Идти по темной ночной дороге. Вдруг кто-то касается вашего плеча. Кто это такой? А можно подсказку? Это не экзамен, тут так не работает. Ясно. Ночная дорога? Кто бы это мог быть? Вот и он. Вопрос номер два на странице 47. Ответ на него. Покажет, с кого ты влюблен. Назвать кого-то противоположного пола, все равно, что признаться в любви. Как обычно, Кагуя приготовилась к такой ситуации. Мне кажется, там вопрос с подвохом все-таки. Я не знаю, что Кагуя еще со средней школы. И ей известны все ее повадки. Увидев эту книгу на полке в библиотеке, она предугадала, что Чика принесет ее в кабинет студсовета. Она за нами прочла ее. Вопрос. Вы принесли домой белку. Она легко избежит опасности. Наверное, я буду кормить ее каждый день и делать массаж перед сном. Ответ. Что вы будете делать супругам после свадьбы? Иными словами, на этом минном поле именуемым тестом у нее огромное преимущество. Согласен. В таком случае согласен. Просто бляха. Сколько она сил вкладывает в то, чтобы по итогу все шло так, как она хочет. Но зачастую, да, это выглядит весело, забавно, прикольно. Но если делать так в жизни, да, то есть просчитывать каждый шаг, абсолютно каждый шаг, да, и знать, как и что и где произойдет. Ну, то есть вот в любых там отношениях, там, будь то дружеских, будь то любовных, где-то каких-то, да, когда ты все знаешь наперед и все идет четко по твоему плану, по итогу все доходит до того, что тебе это становится неинтересно. Абсолютно. То есть никакого интереса в том, ну, в этих отношениях, потому что ты знаешь, как они будут идти. Ты все это, типа, подстроил, идеально, да, просчитал, и все идет так, как ты хочешь, но это неинтересно. Интерес как раз-таки в неизведанном. Интерес, когда происходит что-то, чего ты не ожидаешь. Вот это интересно. Кагуэ, да? Почему ты убегаешь, Ишигами? Мой ответ, шиновник. Я? Так вот, что чувствует Ишигами. Он хороший, и во мне нет к нему ненависти. Но прости, Ишигами, ты всегда будешь для меня лишь букашкой. Ишигами отвергли. Теперь дело за президентом. Выбери Чику. Здесь так темно и страшно. Президент, пойдем домой вместе. Ну, я... А ну, стой. Что это у нее за ухмылка такая? Она назвала этот тест интересным. Она ведь помешана на любви. Этот вопрос не так и прост. Если ответ тот, в кого вы влюблены. Боженький президент, так подсознательно вы же меня влюблены? Это так мило. Это все равно, что признание. Это говорит Чика и все. Которого нет в комнате. Тогда... Это моя... Сестренка. Как вариант. Кто коснулся вашего плеча, ваша любовь. Иными словами, президент Сестролюб. Самый скучный ответ. Да-да, я Сестролюб. Так я влюблен... В Шиноми? Нет, это скорее животный страх! Президент, кажется, у меня стокгольмский синдром. Я домой. Хорошо. Поправляйся. И еще, наверное, эффект подвесного моста. Зайду-ка я в больницу по пути. Я тоже хочу ответить. Поищем в интернете. О, нет! Фудживара задаст вопрос не из книги! Вот этот милый. Вы на цветочном поле. Владелец позволил вам сорвать столько, сколько хотите. Сколько цветов вы сорвете? На этот вопрос не знаю вета. Цветочки. Я аккуратно сорву самые красивые. Не знаю, я... Я бы сорвал бы 13. Не знаю, я 13 обожаю цифру. Я нарву себе целый красивый букет. Ясненько. И что делать? Я просто ответила честно. А сколько ты сорваешь президент? В отличие от прошлого, здесь не надо имен. Поэтому просто отвечу нормально. Это ведь бесплатно, да? Тогда единственный ответ. Столько, сколько вместится в грузовик. И может даже его не будет достаточно. Ты жадный. Согласен. Листов означает, сколько вы... Так что за ответ? Ну, тут... Насколько вы любите... Цветы? Да, именно так. Ну, я так люблю цветочки. Я совершенно не согласна. Как и я. Результат сегодняшней битвы... Поражение Широгана. Как насчет смузи по пути домой? Давай. Я буду сельдереем. Какой же мне взять? Мне очень жаль. Мне сегодня на подработку. Я пойду сразу туда. Чё? Опять? Много же ты работаешь. В следующий раз точно. Ну, ладно. Она же работает в доме Шиноми, да? Пора домой, госпожа Кагуэ. Хаясака. Я же говорила тебе не приходить в кабинет тут совета. Я удостоверилась, что президент и остальные ушли. Не беспокойтесь. Беспечность может дорого обойтись. Хотя она так меняется. Ну, то есть, то, какое она вот сейчас была с этими подругами, да? И вот эта вот улыбка и голос. И только она, типа, там, Кагуэ, а она работает у неё? А кем она конкретно работает у неё дома? Тоже не совсем понятно. Типа, наподобие какой-то там служанки? Вряд ли. Ну, что-то вроде этого, скорее всего. Ну, моментально такая серьёзная такая становится. Ты очень расслабилась? Твой внешний вид, эти ногти и длина твоей юбки нарушают школьные правила. Всё в пределах рамок. Хотя, можно сказать, что я нашла в них дыры. Парочку. Для нас красота – это сила. Высшее общество следит за своим внешним видом. Вы же не хотите проиграть девушке с милым личиком? Я бы сказала, что вы слишком серьёзны. Сейчас в моде небольшой маникюр. Если вы хотите, чтобы мужчины считали вас милой, то стоит попробовать. Правда? Тогда президент будет… В смысле, мальчики решат, что я милая? Я удивлена, как вас до сих пор не раскрыли. Ну, конечно. Хаясака знала, что накрашенные ногти особой популярности не принесут. Однако… Мальчики будут. Идёмте домой. Сделаем маникюр. Да лучше юбку ей покороче, и всё. Она сказала, чтобы Кагуя начала следить за модой. На следующий день. Лак для ногтей, не противоречащий правилам школы. Небольшие стразы, лишь на безымянных пальцах. Интересно, что скажет президент? Решит, что это мило? Или решит, что это легкомысленно? Юбку надо было нацепить нормальную. Ты чего сотворила со своими ногтями? Ну да, зная. Этого я не хочу. Лучше пойду домой и… Ты чего, Шинуми? Ты будешь заходить? Ну, я как раз собиралась. Кагуя! Насчёт вот этой части. Да, что такое? Ты чего это там прячешь? Да, ничего. И почему она всё подмечает только в такие моменты? Я хочу, чтобы заметил президент. А вовсе не она. Ну, вообще, чика у нас такая. Нужно подойти поближе. Президент, вот протокол из прошлого совещания. А, спасибо. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Смотри. Вот здесь ошибка. Ты права. Точно ошибка. Ха-ха. Глаз алмаз. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Что она мне следит за модой? Ну почему? Я что, тебе совсем не интересно? Отчего такие перемены? Она ведь всегда говорила. разве лебедю нужны украшения что же делать должен ли я обратить внимание как в тот день разве юбка не слишком короткая я не для тебя я надела это домогательство так что сдохни если заметит не тот для кого она накрасилась его эта сестра не знаю напомнила мне мою старшую сестру как мы с ней общались с детства и бляха это домогательство но раз я заметил то должен как-то отреагировать хуже чем моя сестра она все равно не отреагирует фудживара ты сменила свой шампунь ну да ты стала пахнуть иначе в смысле здесь сегодня душно но запах довольно милые сильнее обычного пахнешь словно младенец и шагами хочу умереть хочу домой иди но не умирай я хотел сделать комплимент я пахну я умру на месте лучше это слишком рискованно не хочу чтобы меня назвали жутким Стоп. Разве это не отмазки? Значит, проблема во мне. Я не могу похвалить её ногти, потому что слишком стесняюсь. В итоге он так и не заметил мой маникюр. Наверное, так даже лучше. Мне бессмысленно следить за модными штучками. Я не могу быть милой. Охуенные ногти! Охуенные ногти! Кому... 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 Ми... Забудь! Ничего! Чего? Закончит то, что начал! Президент такой милый. Когда стесняется. Не так ли? Но... Но... результат сегодняшней битвы хорошо хорошо и новые персонажи появляются как ни крути ну и и шагами мне понравился ну прикольный такой перс какой-то же на своей волне слегка такой я не знаю ни чем но его сложно назвать такой отстраненный да как бы вот но прикольный ладно хорошо серия серия хороша и с каждой серии начинаю убеждаться в том что при просмотре первых нескольких серий я был неправ вот блин не устану это повторять реально был неправ что нужно расширять территорию нужны какие-то много других локаций и так далее так далее нет для этого аниме наверное этого и не нужно и все и так хорошо и хватать будет банально вот просто-напросто новых новых таких вот моментов правда на сколько хватит вроде бы на три сезона хватило ладно хорошо будем смотреть что будет дальше пока что все здорово все одним словом здорово весело смешно классно ладно на этом буду заканчивать вот так что уже встретимся следующей серии на этой буду прощаться надеюсь вам понравилась эта реакция и всем доброго дня доброго вечера увидимся уже совсем скоро в новых реакциях на это аниме так и на другие всем пока пока в следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok